Так, друзья, всем привет! С вами снова я, Марк Легобой, и это мой очередной влог. И сегодня в этом влоге я вам покажу, что я купил для того, чтобы коробки не потеряли старость, и, я не знаю, остались такими же новыми, если они вам нужны, потому что они через лет 5, к примеру, они будут такими, да, довольно-таки, как вы их называете, раритетными, ну и просто будет приятно самому там, или, может быть, продавать кому-то надо будет. И чтобы коробочка осталась, это будет цена, будет гораздо выше. Ну, для этого я купил вот такую специальную пленку, она немножко похожа на пищевую, но это специальная пленка для товаров. Я ее купил в Икеа, здесь 180 метров, и достаточно круто, я видел много лего-фанатов, уже таких взрослых, они так запечатывают все свои коробки, и они сохраняются. То есть, к примеру, вот мы берем вот эту обычную коробку, я не знаю, вот такая, вот коробку берем, и разматываем эту пленку, и заворачиваем, и коробка сохраняется. Но, чтобы сэкономить место, я бы посоветовал в нее еще положить другие маленькие коробки, или, например, к примеру, детали. То есть, достаточно экономия места будет, и будет довольно-таки круто. Далее я бы хотел еще показать наборы, которые я так и не собрал, которые я хотел собрать. Сейчас я их высыплю все. И здесь у меня все инструкции, ну, не все инструкции, здесь вообще, по-моему, даже одна третья только инструкции, то есть только третья часть из всего, что у меня есть. Здесь еще идут детали, здесь вон две детали, и здесь тоже есть детали. Ну, а здесь все остальное, это все коробки, поэтому давайте посмотрим, кто я не собрал. Здесь у меня болотный спидер, набор достаточно старый, и такой немножко эксклюзивный, он вроде шел в Special Edition, то есть он не у многих есть, а у меня он вот здесь. Я его думаю, вскоре, если я ничего не буду с ним делать, я его, может быть, и продам. Поэтому, кто, мало ли, захочет этот набор, пишите в комментариях, я уже буду иметь в виду. Далее идет набор у меня с имперским истребителем. Что же он? Достаточно такой, можно сказать, ну, не редкий, но сейчас он уже не продается. Далее идет два граназианских корабля, три истребителя, совсем не извиняюсь. Потом здесь идут два батлпака, правда здесь без мини-фигурок, здесь просто, то есть, да, два батлпака. Я не знаю, что это, ну, такой транспорт старой, из старой республики, то есть империи, имперских ситхов, точнее, вот. То есть вот эти наборы, и давайте сейчас будем собирать наш полибэк. Так, сейчас я приду в свою комнату, идти до нее долго. Так, сейчас. Ну, и мне уже, я там смотрел, вроде через недели, две или три, я так думаю, придут мои другие полибэки. Ну, я еще точно не знаю. Так, сейчас дверь закроем. Вот мы пришли в мою комнату, здесь все, полочка, здесь ничего не изменилось, кроме того, что я здесь начал выставлять сюда полибэки, и смотрится достаточно круто, так, типа, такая коллекция, ну, достаточно круто, в принципе, смотрится. Сейчас я пытался заказать с eBay набор с Baxter & Stockman, но что-то у меня как-то не получается, я не знаю, может, кто в этом профи с заказами на eBay. Пожалуйста, обязательно напишите мне в комментариях, типа, я знаю там, как заказывать, там, всякие проблемы я помогу решить. Я обязательно к вам обращусь, ну, потому что там реально какая-то проблема, мне выдает ошибку, что нельзя заказывать, хотя все там, вроде, подходит, все правильно я написал, ну, я не знаю. Значит, давайте его отрывать, значит, давайте сначала посмотрим, сейчас у меня тут солнышко, ну, ладно. Как выглядит сам полибэк, да, он достаточно крутой, в России он мне завозился, здесь 36 деталей, артикул 30270. Одна мини-фигурка Крэнга, Крэнг-дроида, ну, Крэнга, его такая турель, и здесь такой, как куклы, черепашек-миньки, на столике стоят. Так, давайте по стандартной схеме разрежем нашу упаковочку. Так, вроде бы все отсюда высыпал, здесь 36 деталей, смотрится он не вот так, значит, идет также листик с инструкцией. Пакетик у нас остается, мы его сохраняем. И давайте соберем нашего Крэнга. Сейчас я посмотрю, он вроде без всяких, да, он без жетпака. По-моему, он аналогичный такой же, как и Крэнг у нас с Панциропоса. Ну, я не знаю, сейчас давайте я принесу Крэнг у Панциропоса, посмотрим. И у него нет оружия в полибэке, ну, у него есть зато турель. Ну, значит, как я уже понял, они ничем не отличаются. Выглядят они очень круто, вы сами, если вам нравятся Крэнги, поставьте лайки, потому что я просто, это, просто, наверное, моя самая любимая мини-фигурка. И тем более из персонажей черепах, черепашек низи, мне они больше всего нравятся. Ну, а моя любимая черепаха, это, естественно, Рафаэль. Я не знаю, я просто фанат этого Рафаэля, он достаточно такой крутой мэн. Крутая черепаха. Ну, вот, как мы видим, отличий никаких нету, то есть, все аналогично, одно и то же, за исключением того, что здесь есть у нас джетпак, но не видно заднего принта. И есть такое оружие, но оружия у меня таких много, я, в принципе, ему могу тоже такое сделать, так же, как и джетпак. То есть, он легко собирается, здесь просто бинокль, пимпочка такая и деталь угловая такая, не техника. Ну, то есть, таких деталей, в принципе, у меня много. Ну, а сама детализация, не детализация, а просто принт Крэнга, он просто шикарный. Здесь есть принт на ногах, на поясе, на туловище, сзади на туловище, сзади на голове, спереди на голове. То есть, вообще, обалденный просто он смотрится в таких прикольных он цветах. Мне очень нравится. И давайте сейчас соберем турельку. Открываем нашу инструкцию листик. И тут она, да, собирается достаточно легко, потому что здесь ничего сложного нету. Это полибэк. Сложность сборки тут вообще небольшая. У кого есть полибэги, они знают. Ну, сейчас я, как понял, вот в магазинах стали завозить полибэги и раздавать их. Но, к сожалению, в моем городе такого магазина нету. И поэтому вот я мучаюсь. Всех есть, а у меня там нету всяких таких полибэгов. Если, мало ли, вы захотите мне подарить какой-нибудь из полибэгов или просто продать, то тоже напишите в комментариях. Я вам напишу в личные сообщения или в ВКонтакте, или на Ютьюбе. То есть, посмотрю, что дальше, как следовать. Я думаю, я разберусь. Так, и сейчас, что здесь мы делаем? Сюда. Далее он у нас переворачивается. Сюда деталь. Ножки теперь у нас опускаются. И теперь нам осталось построить только вот такую вот ракету. Ну, мне кажется, вообще, по-моему, особенно в «Свездных войнах» нет такого набора без ракет, потому что там ракеты везде есть. Даже в наборе «Дворец жабы», где вообще не должно быть ракет, они всунули ракету на крышу. Ну, может, просто я вроде бы хорошо все смотрел, и там никаких ракет не было. Ну, я не знаю, мало ли. Ну, вообще, я так понял, леговцы любят всякие ракеты, и они уже скоро там музей по этим ракетам откроют. Они бывают разные, какие только они их не делали. Так, и давайте сейчас столик я уже вот сделал, и сейчас, и вот ту рельку тоже эту сделал, и сейчас собираю я, это у нас Донателло. Один. И запасная деталька сюда. Далее, ой, далее у нас мы собираем Микеланджело. Мы собрали Микеланджело. Два. Теперь мы собираем, ой, это был Леонардо, сори. Теперь вот этот Донателло, или Леонардо назвал, ой, я не знаю, как я его назвал, ладно, ничего страшного. Сейчас мы собираем Донателло фиолетового. И последнего моего любимого, это Рафаэля, красного. Значит, вот я построил все куклы. И у нас, ого, у нас много запасных деталей. Значит, у нас, здесь три, шесть, семь, восемь, девять. Девять запасных деталей. Достаточно, детали достаточно крутые. Это пойдет сюда уже, в принципе, можно куда-нибудь его прицепить. Опа. Ну, это у нас здесь у нас уже будет. И также эти детали, вот, например, пойдет на травку, я не знаю, куда-нибудь сделать. Какой-нибудь зеленый вот такой уголочек можно, или просто для декора. Ну, вообще детали хорошие, запасные. Да, конечно, сделали. Давайте посмотрим листик наш с инструкцией. Здесь у нас идет фото-набор, фото-полибэга. Здесь у нас идет мини-фигурка. И здесь идут у нас столик и собираем мы куклы-черепах. Здесь у нас идет шесть наборов, шесть основных наборов. Вот этот, правда, набор Бакстера Стопнано в Россию не завозился. Я еще не говорил, но вот я его буду заказывать. Я его, точнее, уже вроде бы заказал, но не оплатил. Но я, честно, не знаю, в чем проблема там, почему он меня не оплачивает. Вот, еще раз повторяюсь, напишите в комментариях, если вы в курсе. Там вот он мне ошибку выдает. Далее идет у нас такой набор у меня есть. Такой есть, такой есть, такой есть, такой есть. То есть у меня есть пять наборов, полибэг. И осталось только купить вот этот, оплатить, точнее, уже. Вот этот набор с Бакстером Стопманом. Здесь пять минифигурок, тоже достаточно крутые. Здесь Рафаэль, Эйпли Ланил, Донателло, Бакстер Стопман и Маусер или Майсер. Я точно не знаю, как это произношение, потому что переводы разные. На задней стороне инструкции у нас идет сборка турели и сайт на Лего Клаб. Ну, в общем, вот такой вот у нас, давайте, инструкцию положим сюда, как-то инструкция. И, в общем, вот такой у нас получился крутой полибэг, который будет отлично в моей коллекции смотреться. То есть, если вам нравится этот полибэг, ставьте большие пальцы вверх. Я думаю, я такой полибэг, еще закажу таких три полибэга. И один оставлю, не собранный, другой еще раз соберу. И третий, я думаю, выставлю на продажу. Или не на продажу, а думаю, я его как конкурсом устрою на этом канале. Если вам нравится такая идея, ставьте лайки, большие пальцы вверх, комментируйте. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Он сейчас стреляет вот таким образом. Можно попробовать стрельнуть, как я показывал в моих предыдущих обзорах своих. Сейчас. Давайте туда его стрельнем. Но он... Не-не-не-не-не. Сейчас. Вот. Он достаточно сильно так выстреливает. Ну, вы сами, в принципе, все видите. Еще раз попробуем. Да. То есть, хорошо достаточно стреляет, если... Вот так вот стреляет. То есть, ну, достаточно прикольно. И... В принципе, влог подошел к концу. Больше никаких новостей нет. Если вам он понравился, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на мой главный канал. Там вышел сейчас обзор на набор 70724. Артикул, да, его... Это вертолет-ниндзя из Ниндзя. То есть, ну, достаточно очень крутой набор. Я думаю, обзор вам тоже понравится. Всем больший... Ой, извините. Всем спасибо большое за просмотр. С вами был я, Марк Легобой. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok